МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вам не ха-ха и не ну и что. Во-первых, это красиво, потому что нечастый снег в Крыму – это всегда романтично, лирично и возвышенно в любом уголке республики. И мы всегда радуемся белому природному покрывалу, который делает пейзаж чистым и праздничным. Но главное, как отметил начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, южный циклон принес благодатную влагу. Осадки повысили уровень воды в реках полуострова. А это уже суперважно. Например, Степной Крым регулярно страдает от засухи. А нынешняя большая вода наполнит наши закрома. А вы говорите, ну и что? Конечно, непогода не прошла бесследно, оставив без света почти 38 тысяч жителей. Но энергетикам не привыкать к таким ситуациям проблема, как и положено, была решена. Готов к серьезным переменам на дорогах и улицах и автодор, заранее настроившись на борьбу со стихией. Короче, если на Крым обрушится метель, не пропадем. И не заблудимся, как раньше бывало мучились наши далекие предки. Конечно, теперь иные времена. Мы научились справляться со стихией. Но это в том случае, когда жизнь в государстве налажена. А если в стране все перевернуто с ног на голову, то даже просто сама по себе зима становится непреодолимым стихийным бедствием. Речь, как вы понимаете, о нашей несчастной и нищей Украине. Зима только началась, и Одесский университет тут же объявил о каникулах до весны. А потому что нет денег для отопления аудиторий, студенты мерзнут, доценты коченеют. Впрочем, что говорить об Одессе, если по всей Украине повально из-за холодов закрываются вузы. Ну а когда студенты по 2-3 месяца в учебном году не учатся, а бьют баклуши и слушают лживую бандеровскую пропаганду, то ведь понятно, каков будет уровень их образования. Народ, извините, натурально дичает. Печальных примеров на сей счет сколько угодно. Вот одуревший президент Порошенко назвал спровоцированный им пограничный инцидент у Керченского пролива войной. Ну разве нормальный человек станет такими страшными словами бросаться? Война! Приказ парни, всеобщая мобилизация. Векомандующий за ты! Что уж говорить об упоротых бандеровских дебилах, которые совсем слетели с катушек. Таких, как буйно помешанный депутат Верховной Рады Масичук, который в эфире телеканала АБОС-ТВ страстно призвал инопланетян уничтожить Крымский мост. Инопланетян. Да уж. А вот еще картиночка «Достойная пера», так сказать, вершина укропской научной мысли. Монография Игоря Цара, он же лауреат премии Степана Бандеры. Книга называется «Украина. Прародина. Человечество». Напечатана Львовским издательством. Автор на основе, так сказать, глубоких документальных и научных исследований приходит к выводу, что украинцы – старейшая нация, которая не только дала миру 200 тысяч песен, но и сформировала историю человечества. Автор утверждает, что в Библии говорится не о жителях Иудеи и Самарии, а исключительно про древних укров. Собственно, от древних укропитеков пошли все другие народы Земли. И во все это бандеровцы свято верят, а детей учат в школах. Это беда. Это катастрофа. На самом деле, бандеровский дикарь вовсе не желает бегать с копьем наперевес. Дикарь алчно мечтает о ядерной дубине, чтобы грозить всему миру по-настоящему. Грозить всему миру – это не фигура речи. Украина тонет в долгах, которые не может погасить, и выживает исключительно за счет подачек Запада, которых набралось, как у собаки, блох. А отдавать нечем. Поэтому и придумали провокацию у Крымского моста, чтобы прикинуться жертвой, которая не может отдать долг из-за, как вы понимаете, российского агрессора. Все это шито белыми нитками, но Запад клюет на провокацию, потому что ему тоже надо во всем винить Россию. Как только во Франции начались массовые протесты, Париж сразу понял, кто там науськивает толпу. И жалобно попросил Трампа не вмешиваться. Но тут вдруг вмешалась служба безопасности Украины и подняла вой – это все москальско-Москва виновата. Бред сивой кобылы. Причем тут СБУ к событиям Франции? Причем тут Москва? Однако Париж с готовностью подхватил примитивную клевету, а потому что на Западе принято всегда и во всем винить Россию. И вот мы видим, что халуй и провокатор готовят уже очередную подлость, чтобы стравить Запад и Россию. В этом и весь смысл существования любовно-взращенного Америкой украинского неонацизма. Вот такая она сегодня бандеровская мерзость напакостить из-под тяжка. А когда получит по морде, бежит и прячется за сапог хозяина. Что делаешь? Ты композитор! Ты... Ой! Гриша! Гриша! Он же бьется, Гриша! Ну, с этими супчиками мы разберемся. И хозяев со всей нашей деликатной решительностью поставим на место. Как это Россия сделала в Сирии, где жестко навела порядок, а Штаты вынуждены были фактически признать, что их планы окончательно свернулись в трубочку. И газопровод «Турецкий поток» Россия построила, вопреки яростному сопротивлению Украины и Евросоюза. И газопровод «Северный поток-2» Россия с партнерами строит, несмотря на дикую истерику в Вашингтоне и жалкое подтявкивание в Прибалтике, Польше и на Украине. Запад бесится, добиваясь изоляции. А ничего с этим гиблым делом не выходит. С Россией хотят сотрудничать все, даже ее недруги. Страна крепнет, и это признают западные эксперты. По итогам года экономика России обошла и Китай, и Чили, и Польшу, и другие страны, которые находятся в куда более комфортных условиях. Тем не менее, российская держава уверенно держит намеченный курс, и все у нас будет хорошо. А на сегодня у меня все. Всем удачи и смотрите Первый Крымский. Редактор субтитров А.Семкин